МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на канале ЭНСК-49, студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Тепло в дома. Каждый третий дом подключен к теплу. Когда дойдет очередь до остальных? От Сибири до Сирии. День сухопутных войск России отметили в Доме офицеров. Сто лет и все еще советская круглая дата главной газеты области. А теперь подробнее об этих и других событиях. Помочь пожилым людям и проявить заботу о заслуженных людях. В Новосибирске стартовала декада пожилого человека. Какие мероприятия пройдут в рамках этой акции, расскажет Василий Акимов. Заслуженные почести воздали ветеранам нашего города на торжественной церемонии, посвященной началу декады пожилого человека. Или, как их еще называют, декады мудрости и доброты. Здесь собрались люди, которыми по праву гордится Новосибирск. Есть традиции в нашем городе. И хотелось бы, чтобы эти традиции сохранялись, и не просто сохранялись, а развивались. В чем эти традиции? Эти традиции уважения к старшему поколению, к опыту, который аккумулировали вы, те, кто прожил жизнь в нашем городе, чьими руками создан Новосибирск. Всего в нашем городе проживает более 380 тысяч граждан пожилого возраста, для которых эта декада проводится уже в 28-й раз. Активное долголетие, обеспечение качественной жизни граждан пенсионного возраста, их мотивации к ведению здорового образа жизни, такие цели преследуют многочисленные мероприятия, запланированные в ее рамках. Праздничные концерты, фестивали, заседания клубов общения, творческие выставки, спортивные состязания. Далеко не полный список того, что приготовили организаторы акции. Ну и плюс, конечно, в эту декаду большое количество учреждений и предприятий оказывают пожилым людям дополнительные услуги. Как правило, это либо бесплатные, либо за очень незначительную стоимость. Например, городской зоопарк уже с 24 сентября и по 20 октября открыл свои двери для всех желающих пенсионеров абсолютно бесплатно. И это, конечно, здорово. Мероприятия пройдут во всех районах Новосибирска. Отметим, что в период декады будет работать социальная такси по доставке пожилых людей на различные мероприятия. С 1 по 10 октября организуют встречи глав администрации районов города с ветеранскими объединениями, консультации для пожилых людей в комплексных центрах социального обслуживания населения, посещение на дому маломобильных пенсионеров. Кроме того, будут работать горячие телефоны, по которым пенсионеры смогут проконсультироваться у специалистов по охране здоровья и отделов защиты прав потребителей. Информацию обо всех мероприятиях декады пожилого человека можно узнать на официальном сайте города, в Совете ветеранов и районных администрациях. В Новосибирске стартовал отопительный сезон. Сибирская генерирующая компания начала разворачивать системы теплоснабжения. Часть потребителей уже это почувствовали, остальным пока приходится ждать. О сроках и особенностях графика подачи тепла в этом сезоне в нашем следующем репортаже. Подача тепла в Новосибирске уже перешла к своему третьему этапу. В первом отопление дали в детских, дошкольных и круглосуточных лечебных учреждениях. Второй этап согрел школы и почти все остальные медицинские организации областного центра. Итоги на вчерашний день такие. Из школ подключено 98,6%, из детских садов 99,6%. То есть процентные подключения уже идут на единицы. По школам это получается 3, по детским садикам одно заведение, и по лечебным учреждениям 88%. Но были и частные случаи, когда тепло просто необходимо было дать раньше срока утвержденного мэрией Новосибирска. К примеру, были обращения после пожаров, когда дом проливается водой для тушения, чтобы он быстрее высох, и, соответственно, наружный воздух комфорта не придает при этом. Такие дома мы тоже подключаем. И плюс, когда на первых этажах домов, жилых многоквартирных домов, есть какие-то учреждения, которые не входят в официальную сферу департамента образования, то есть это частные детские клубы или для пожилых людей какие-то центры. С 30 сентября к отоплению начали подключать и жилой фонд Новосибирска. По информации предоставленной мэрией города, тепло 1 октября почувствовали жители 2000 многоквартирных домов. Это примерно 30% всей потребности мегаполиса. Централизованная система теплоснабжения – очень сложный организм, и постепенно наращивается нагрузка на тепловых электрических станциях, на котельных. Постепенно увеличивается циркуляция теплоносителя в теплосетях. Кстати, на сегодняшний день идем с опережением и уже обеспечили циркуляцию отрасчетной 165%. Эти данные могут говорить о том, что отопление в домах новосибирцев появится согласно графику, то есть до конца текущей недели. Конечно же, при этом могут возникать какие-либо аварийные ситуации. Но, говорят специалисты СГК, те слабые места на теплосетях, которые будут ликвидированы осенью, зиму должны отработать в штатном режиме. 1 октября в России отмечают День сухопутных войск. В Новосибирске области этот праздник своим считают сотни, а то и тысячи военнослужащих. Ведь именно у нас дислоцируются не только многие части, но и штаб 41-й общевойсковой армии. На торжестве по случаю этого профессионального праздника побывал наш корреспондент. Сухопутные войска России в этом году отмечают 469-ю годовщину со дня своего образования. В настоящее время к ним относятся мотострелковые группировки, танковые войска, противовоздушная оборона, артиллерия и ракетные войска, разведывательные соединения, объединение технического обеспечения и специальные части. Почти все эти подразделения можно встретить на территории Новосибирской области. К тому же у нас базируется и командование 41-й общевойсковой армии. Сегодня нам есть чем гордиться. Это прежде всего славными традициями наших предков. Это теми традициями, которыми мы живем сегодня. И в этот праздничный день я хотел бы выразить слова признательности ветеранам, нашим инспекторам, которые оказывают всестороннюю поддержку нам в выполнении всех стоящих перед нами задач. Как водится, в профессиональный праздник все принимали поздравления, а отличившиеся еще и награды получали. И не только от своего командования. На торжественное собрание, конечно же, с подарками пришли представители власти области и города. Ну а командующий 41-й армии, отметив хорошие результаты участия в последних учениях, обратил внимание на то, что следующий юбилейный год будет еще более ответственным. Решите от себя лично пожелать вам крепчайшего сибирского здоровья, кавказского долголетия, всего самого наилучшего, чтобы все то, что вы спланировали для себя, в этом году обязательно сбылось. Потому что следующий праздник мы будем отмечать уже юбилей, 470-ю годовщину образования сухопутных войск. Кстати, день сухопутных войск начали широко отмечать совсем недавно. Что было воспринято среди генеральского состава, как исключительно положительный факт. И вот теперь, составляя треть вооруженных сил, мы вновь обрали ту силу, то уважение, как воины, как сухопутчики, как основная часть наших вооруженных сил. Так и есть. В настоящее время сухопутные военные силы являются основным действующим комплексом и значительной частью российской армии. Их первостепенная задача по-прежнему обеспечивать физическую безопасность россиян и территории страны в целом, при этом дислоцируясь на суше. Сонет сибирского звучания – это не сонет Шекспира, который могли найти литературоведы, изучающие творчество этого драматурга, а это название новой экспозиции, которая сегодня открылась в краеведческом поезде новосибирского метрополитена. О знаковом событии в культурной жизни города в следующем сюжете. И прозвучала русская песня, и загорелись глаза живым огоньком, а ноги сами захотели пуститься в пляс. А музыка была слышна во всех уголках станции метро «Гарин» Михайловского. С такого яркого и необычного события сегодня начала работу новая экспозиция в поезде музея «Новониколаевск-Новосибирск», посвященная 75-летию Государственного Академического Сибирского Русского Народного Хора. Как говорит автор проекта Людмила Монахова, это единственный в России поезд, который посвящен истории становления и развития края. Организаторы экспозиции придумали эту сжатую форму подачи истории для того, чтобы заинтересовать молодое поколение, у которой сейчас в основном клиповое мышление. Это уже сороковая экспозиция, сейчас в работе сорок первая. Заинтересовать чем-то, понимаете, каким-то фактом, тем, что в нашем городе во время войны там были сокровища Третьяковской галереи, да, вот, или, значит, образцов здесь бывал, или Мравинский, да, вот такие факты, о которых молодежь не знает. И если возвращаться к вашему вопросу, для нас наивысшая оценка, когда мы, вот я, допустим, являясь пассажиром метро, еду и вижу, что молодой человек, читая наш плакат, достает телефон и фотографирует. С плаката, значит, цель достигнута. 75 лет для хора возраст небольшой, но с большой историей. Все, что происходило с хором, какие трудности преодолели, все самые значимые моменты жизни хора, неразрывно связаны с историей края, города, страны. В течение трех месяцев пассажиры метрополитена смогут познакомиться с фотографиями, афишами, статьями из газет, узнают имена мэтров этого коллектива и, конечно, увидят историю гастролей и его триумфа. Люди, которые наши поклонники, те, кто нас и не знал, они о нас узнают больше, потому что можно прочитать о том, как хор возник, как он формировался, как он развивался, историю хора, связанную со всеми лично, с людьми, с артистами хора. В торжественном открытии экспозиции принимали участие представители органов власти, местного самоуправления, ветераны хора и молодые артисты, для которых попасть в этот коллектив – большая удача. Здесь со мной наравне работают заслуженные артисты России, заслуженные артисты вообще, и у них есть чему поучиться, и репертуар здесь очень богатый. Я еще весь не знаю, поэтому еще очень много учить. 21 век требует новых подходов во всем, поэтому коллектив разрабатывает новые концепции подачи фольклорного материала, которые станут интересны молодому зрителю и не позволят забыть народные истоки русской души. Разные эпохи, одна газета. 1 октября Советская Сибирь отмечает вековой юбилей. В чем секрет долголетия старейшего периодического издания региона и как судьба газеты совпала с непростой историей нашей страны и региона, узнаете из следующего сюжета. Сто лет – солидный возраст не только для человека, но и для любого печатного издания. Особенно, если за эти годы удалось заработать авторитет и уважение среди своих читателей. Неудивительно, что поздравить Советскую Сибирь с вековым юбилеем в зал Амини Каца пришли сотни человек. Для меня, как для исследователей, это огромный срез информации. Начиная с 2019 года, она, понятно, что политизирована, но по этой политизации можно смотреть, как менялась наша жизнь. И газеты 19-го, и Советы 70-х, 50-х годов, они абсолютно различны, не говоря уже о современной газете. Первый номер Советской Сибири вышел 1 октября 1919 года. Главное периодическое издание Новосибирской области родилось в Челябинске как печатный орган Сибривкома и Сиббюро ЦК РКПБ. Шла гражданская война, и по мере того, как Красная Армия теснила белогвардейцев, перемещалась и газета. С 26 ноября 1919 года по 12 июня 1921 года Советская Сибирь сдавалась в Омске и лишь затем переехала в Новониколаевск. Свои истории в этом издании гордятся. Газета никогда не была просто выдописателем. Газета всегда действительно деятельно участвовала в жизни нашего края и наших людей нашего края. Это были и выезды бригад, это были инициативы по организации соцсоревнований предприятий, это были абсолютно редакционные сборы помощи нуждающихся. И в годы войны, конечно, это были и жертвы. За сто лет у издания появились свои традиции, фирменный стиль, за который ее любят читатели. Советская Сибирь – это является самым наглядным примером, когда газета всегда читаемая, всегда обостребованная и газета авторитетная. Очень много, очень много новостей освещается, и я не побоюсь сказать, что представитель четвертой власти – это газета Советской Сибири. В истории Советской Сибири были разные периоды. Главная газета региона столкнулась с серьезными трудностями. В лихие 90-е вспоминают ветераны газеты. Тем не менее, газета выстояла и в последние годы активно развивает новые мультимедийные направления, стараясь соответствовать последним требованиям времени. Издание вступает в новое столетие своего существования, и то, каким оно будет, зависит в том числе и от нас, читателей. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий и наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. До новых встреч.